В книге «Широ Ширим», то есть «Песнь песни», такой не очень удачный, но стандартный перевод в Танахе, а нам нужно на иврите, значит «Широ Ширим», эту величайшую и глубочайшую книгу составил сам царь Шламу. Она полна мудрости на всех уровнях. Чем глубже в нее погружаешься, тем больше находишь. И вот в этой книге есть такая фраза. «Подегло Алай Агава». Простой перевод. А флаг его Всевышнего, то есть Всевышний какой-то флаг имел или поставил, застолбил, как говорится. Его флаг надо мной, и суть его Агава, то есть любовь. Так понимается устройство мира, и в этих словах говорится, что Творец не просто выбрал наш народ, избрал для колоссальной задачи исправить весь мир, но и оставил над нами флаг, суть которого выразит его любовь к нам. Так сказано в Шерашире. Что произошло? Когда наш народ стоял у горы Синай, есть гора Синай, мы стояли вокруг, и получили Тору, как известно, из книги «Шмот» и из книги «Дворим». Мы получили Тору на горе Синай. И когда получили Тору, это было сверхъестественное, это абсолютно сверхъестественное явление, то мы не просто ее получили, одновременно с этим уже многое раскрылось, потому что Тору – это как бы квинтэссенция мудрости Всевышнего. Когда мы ее впитали в себя, в эту же секунду это начало работать. И поэтому мы увидели в небе то, что не видели раньше, и то, что никто вообще не видел, ни тогда, ни потом. Наш народ увидел малахим, по-русски скажем, это ангелы, то есть духовные существа, которые реализуют волю Творца в мире. Не только на Земле, а вообще в мире. То есть есть Творец, есть весь мир, и чтобы мир действовал, нужно, чтобы все его части этого мира начинают молекул, атомов, клетки, организмы, все виды животного мира, растительного, и люди, и прочее, все это, весь мир управляется Творцом. Управлять – это значит посылать сигнал направо, налево, назад, вперед, то есть управлять. Этим занимается малахим. Малахим, как вы уже понимаете, из этого рассказа сколько угодно многое, несчетное число. Но все-таки есть структура, и поэтому среди малахим есть такие основные. Основные – это Михаэль, Гавриэль, Рефаэль, Уриэль. Это основные. И вот наш народ увидел это устройство. Во-первых, увидел несчетное количество малахим, как увидел, то даже нельзя понять. И там он видит, что они сгруппированы. Есть группа одна стоит справа, такой, очевидно, некой центрального света. Это Всевышний, Всевышний нельзя видеть. Но справа это одна группа по главе с Михаэлем, слева другая группа малахим, во главе с Гавриэлем, сзади во главе с Рефаэлем, и спереди Уриэль. Все, конечно, имеет смысл, невероятный. Посмотрите, справа Михаэль. Слово Михаэль означает, если Микаэль, кто как Всевышний, это должно быть справа. Слева должна быть некая укрепляющая сила. Справа то, что дает, кормит наш мир. Слева то, что поддерживает. Это Гавриэль слева. Сзади поддерживает ситуацию, если кто-то ослабел, кому-то нужна помощь, поддержка и прочее. Излечение это Рефаэль, а впереди свет. Уриэль, потому что Ор это свет. Вот такой вот комплект увидели. Поняли, что это устройство мира. вспомнили, что еще не вспомнили, они этого не знали, не видели, но они при переходе Красного моря, которое разошлось, нам Тора устная рассказывает, что все абсолютно, все знающие, не знающие, все люди, все, кто пришли, все евреи, увидели некую структуру на небе, устройство миров. И там они увидели тоже, что справа есть нечто, что напоминает Арье, льва, а слева Шор, бык, никакого быка нету слева, никакого льва нету справа. Но образы, справа Арье, слева Шор, бык, сзади так называют Нешер, орел, да, вернее над этим, ну как орел, над, впереди над, а сзади поддерживает все это некоторый образ Якова, знаете, нашего праотца. То есть тоже увидели четыре такие стороны и почувствовали, что получив Тору, получив мудрость Творца, и нам надо идти дальше верить Исраэль, и нам надо заняться там исправлением мира. Тор говорит об этом. Вся Тора из-за этого и существует, чтобы дать нам способ, инструмент, инструкции, как исправлять мир. А вот эти образы, которые я вам рассказал, четыре вот этих направления, это постоянная связь со Всевышним. Потому что смотрим наверх, видим, что справа Михаэль, вспоминаем, кто как Всевышний, кто он. Не слабеем, потому что слева Гавриэль укрепляет. Если какие-то есть отставшие люди, заболевшие, слабые, то есть Рифаэль. И впереди идет свет. Это Уриэль. Орс – это свет наеврите. То есть это нам абсолютно необходимо. Все вместе, весь этот комплекс, чтобы быть верить в Исраэль и делать нашу работу. И поэтому а иначе Тор бессмысленно получать. И поэтому наш народ невероятно захотел, чтобы у нас тоже были над этим некие флаги, которые они увидели на небе с этими группами. Каждая группа, которую я вам рассказал, имела свой флаг. Кроме того, каждая группа имела еще две подгруппы. Вы сейчас поймете почему. И тоже с флагами. Итого есть четыре группы, каждая имела еще по два, то есть сколько получается? Четыре и еще раз два раза по четыре, восемь, итого двенадцать. Это двенадцать колен Израиля, это двенадцать сыновей Якова. Вот такое устройство. И каждый флаг, и помните Широ-Ширин, Ведегло Алай Агава. Каждый флаг отражал нюанс в этой любви Всевышнего к нашему народу. И каждый флаг отражал корень души одного из сыновей Якова, или двенадцати колен Якова. Как это полотнище флага, флаг это такое прямоугольное полотнище, имеет свой цвет, и на нем есть какой-то образ, который непонятно, но что-то высвечивается. который потом, зная Тору, можно угадать, понять, что. И вот это увидели и поняли, что это абсолютно необходимо для того, чтобы иметь смысл жизни. Ради этого наш народ пришел исправлять этот мир, духовный мир исправлять. Вот эти двенадцать флагов увидели, вот эти четыре направления увидели, справа, слева, сзади, впереди, и очень захотели так, что без этого нет смысла жизни, не надо жить, зачем мы нужны, зачем еврейский народ нужен, если не этим заниматься. У нас нет других задач, только это. Поэтому хотели так, или это, или, как говорится, не быть, умереть. и Всевышний хотел этого, чтобы такое у нас отношение было, чтобы мы поняли или это, или умереть, и это застолбили, как говорится, и с этим вошли в Эрот Исраэль, в землю Израиля, и поэтому мы до сих пор такие, потому что все у нас есть, с нашими ошибками, как мы ошибаемся, спотыкаемся, синяки набиваем, потом опять встаем, идем дальше, это наш народ. И это все эти флаги, которые символизируют каждое из двенадцати колен Израиля, а каждое колено это что-то свое, вместе мы единый народ Израиля, потому что это двенадцать сыновей Якова, а Яков это символ, он третий из наших праотцов, символ нашего народа духовный, поэтому на небе его образ был виден. И это тогда понимает, почему мы так должны были двигаться в сторону Эры Цесрея. Увидели это все у горы Синань, дальше в книге Бамидбар, в четвертой книге Торы Бамидбар, в первой недельной главе, говорится об этих флагах, как они должны быть расположены, и каждый из колен Израиля имеет свой флаг, и вот так, этим прямоугольником, таким квадратом, мы просто двигались в сторону Эры Цесрея. Не поворачивали так, так идем, если нужно, так, потом так, и в сторону Эры Цесрея, и потом вошли в Эры Цесрея, вместе с флагами и со всем. Ну вот вкратце то, что хотел вам рассказать. Вот для чего нужны флаги не только в пустыне, а мы даже зашли в Эры Цесрея, и как только зашли, там уже флаги эти были не нужны, потому что там не надо было правую, левую стороны показывать, или сзади, или спереди, уже было распределение другое, распределение внутри земли Израиля. Но войти с флагами мы должны были обязательно, потому что мы должны были прийти в Эры Цесрея, не как географическое перемещение, не как что нам нужна эта земля как земля, а нам нужна эта земля как опора и фундамент нашей жизни, нашей работы, смысла жизни, или жить, или умереть, жить вот так, или нет нам жизни. Вот наша позиция, вот настрой, и так мы вошли, с нами во главе был Иошуа Бенун, ученик Моши Рабейну, Моши Рабейну не смог войти, как вы знаете, пошел Иошуа Бенун и мы, дальше все уже пошло, как это описывается в книге Иошуа, в книге Шофтим и дальше в книге Шмуэль и Малахим уже были наши, во главе нас уже были царь Шауль, а потом царь Давид, потом царь Штамо и так далее, и так далее, так нам Танак все это рассказывает, все раскрывает, и это наша жизнь, и недаром мы называемся народом книги, не потому, что мы любим читать, а мы любим читать, а потому, что в этой книге нам открывает нашу жизнь. Все доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова